Чтобы избежать несчастных случаев на воде, инспекторы ГИМС продолжают рейды по несанкционированным местам пляжного отдыха. Во время патрулирования с отдыхающими проводят профилактические беседы и раздают тематические листовки. Виталий Абрамов продолжит тему. На этот раз мы побывали на пятом километре Сергилявского шоссе, близ лагеря Берегиня. Это также не менее популярное несанкционированное место отдыха среди горожан. Мусор, грязный песок и пьяные мужики достаются бонусом. Отогнав любителей зеленого змея и вытащив детей из воды, инспекторы начали свою работу. Помогали им в этом ребята-волонтеры. Есть только разрешенные места и в благоустроенных пляжах. Не перегревайтесь и не переохлаждайтесь. Акцент на детей сделан специально, так как они чаще всего, как и в этом случае, купаются без присмотра взрослых. В начало года уже погибло и пропало на воде 41 человек, в том числе 5 детей. В аналогичном периоде прошлого года 31 человек, трое детей. Как видите, статистика не из лучших, поэтому и так важно довести до отдыхающих профилактическую информацию. Но помимо теории, спасатели также продемонстрировали всем собравшимся, как правильно реанимировать человека, которого вытащили из воды. Проверяем пульс, дыхание, есть ли оно. Если мы не ощущаем ни пульса, и дыхание отсутствует, переворачиваем пострадавшего на живот. Один раз приподнимаем за живот, для того, чтобы излишки воды вышли. Когда переворачиваем, очищаем ротовую полость от грязи, возможно, попал песок. К сожалению, инспекторы и спасатели не могут круглосуточно дежурить на таких диких пляжах, а могут лишь проводить профилактику. Но в этот раз в группе оказались сотрудники ПДН, которые выписывали штрафы родителям за ненадлежащий уход за детьми. Виталий Абрамов, Александр Жуков, НВК САХ, Якутск.